Экономика Грузии привыкает к кризису. Девальвация рубля в России и военный конфликт на Украине рикошетом ударили по всему постсоветскому пространству. Снизилась экспортная выручка от продажи традиционных грузинских аграрных товаров на российские и украинские рынки. С ноября курс грузинской валюты Лари рухнул к доллару на 20%. Бывший глава Нацбанка при президенте Саакашвили Роман Гацеридзе обвиняет нынешние власти. Главная проблема Грузии в изменении экономической политики в переходе от либеральной стратегии к регулированию к усилению роли государства в экономике. Отсюда и экономические трудности. Грузинская экономика зависит от импорта промышленных товаров, топлива и энергоносителей. Так что девальвация дала толчок инфляции. Местный малый бизнес немедленно ощутил это на себе. Мое малое предприятие скоро закроется. Думаю, малый бизнес в Грузии вообще умрет. Еще полгода такой ситуации и малые предприятия просто не выживут. По информации Национальной службы статистики, инфляция в Грузии в марте составила 2,6%. Но эксперты считают, что рост цен будет только ускоряться, а экономический рост снижаться. После пика валютного кризиса в конце февраля правительство Грузии обратилась к Международному валютному фонду.